Давайте вспомним еще одного короля дворовых песен, это Петлюра и его хиты. Внимание! Зачем ты это сделала, надела властье белое, Кольцо на руку нежную, а голову в воду. После распада Союза во дворах большой страны зазвучали песни Юры Петлюры. Родные и знакомые каждому. И хотя в лицо всенародно любимого исполнителя никто не знал, его песни узнавали с первых аккордов. Впервые молодого певца поклонники увидели в клипе на песню «Скорый поезд», который, увы, стал единственным в карьере артиста. Петлюру называли королем дворовой песни, но для своих слушателей он оставался просто парнем из соседнего подъезда. Юра был из поколения, которое воспитала улица. Такая жесткая, но честная школа подарила юному музыканту-самоучке уникальную по своей искренности манеру исполнения. Год проходит день за днём, ночь за ночью пролетает. Петлюра оставался верен дворовой песне, которая сделала его знаменитым на всю страну. И хотя в 90-е из моды вышли вечерние посиделки под гитару, в памяти поклонников остались те песни, которые он когда-то пел. Ведь Юрий исполнял не только свои авторские тексты, но и давал забытым мелодиям новую жизнь. Так было с песней «Бродяга», которая прозвучала в фильме «Пацаны». Когда её исполнил Петлюра, она стала одной из самых популярных в репертуаре певца. А мне с календарём крупно повезло. У «Бродяга» всегда представьте красное число. Красив сам садись на закате дня. Значит, выходной представьте завтра у меня. В планах Юры было ещё так много всего. Но жизнь певца оборвалась трагично и неожиданно. Петлюра погиб в страшном ДТП. Музыканту было всего 22 года. С тех пор прошло уже четверть века, но миллионы любителей дворовой песни и сейчас продолжают петь такие родные хиты Юрия Петлюры. Я сочью себе рубашку из крапивного листа, чтобы тело не потело, не зудело никогда. Чтобы тело не потело, не зудело никогда. Удачи! Удачи!